Накануне сессии Одесского городского совета прошло заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова, на котором были рассмотрены все вопросы, вынесенные на предстоящую сессию. Один из главных принятия бюджета развития на 2019 год. В планах политической силы реконструировать административные здания города, поликлиники, а также преобразить историческую часть города. Также на сессии Горсовета депутаты от Украинской морской партии Сергея Кивалова инициируют очередное повышение социальных выплат ветеранам войны, участникам Парада Победы, участникам Обороны и Освободителям Одессы. Ровно три года назад депутатская фракция впервые выступила с этим предложением, которое единогласно поддержали представители всех политических сил в Одесском городском совете. Этот вопрос три года назад был впервые инициирован фракцией, нашей фракцией, Украинской морской партии Сергея Кивалова. И каждый год, исходя из растущих тарифов, цены дорожающей жизни, мы стараемся каждый год, хоть ненамного, но все же увеличить выплаты этим действительно заслуженным, уважаемых людям, которых, к сожалению, становится все меньше. Также отмечу, что более трех лет в Украинской морской партии действует специализированная программа по оказанию поддержки в создании и обслуживании ОСМД. С это время такую помощь получили жители более тысячи домов в разных районах города. Благодаря вмешательству депутатов фракции удалось добиться капитального ремонта межквартального проезда по улице Генерала Петрова. Этот проезд находился в ужасном состоянии десятки лет. Будет ремонтироваться тротуар по улице Генерала Петрова, запланированы ремонтные работы. Запланирована масса работ по возобновлению кровли в Малиновском районе. Также будет и в дальнейшем в этом году реализована программа Украинской морской партии «Теплый дом», где будет предусмотрена замена старых деревянных окон на новые металлопластиковые. На сессии Горсовета также будут рассматриваться вопросы, касающиеся системы здравоохранения. Поэтому много внимания было уделено обсуждению программы «Здоровье». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!